Здравствуйте, друзья! Продолжаем с вами читать заметки по геостратегии Андрея Юрьевича Школьникова. Сегодня у нас латиноамериканский карнавал фриков начинается. Раздел геостратегия. Первая реакция на победу на выборах в Аргентине либертарианства Кавьера Милей, год рождения 1970-й, прошла. Можно и нужно фиксировать подтверждение ранее поставленного диагноза в политической системе всей Латинской Америки. Итак, современная элита континента не имеет перспектив. Более 100 лет культивации отрицательного отбора, когда любого перспективного, талантливого, умного индивида, способного в будущем стать сильным государственным деятелем, давили на начальных этапах карьеры, вынуждая отказаться от активной позиции, подчиниться законам серой массы или уезжать. Вся политическая жизнь региона свелась к последовательному чередованию бездарных, ограниченных и глупых руководителей, пытающихся простыми и примитивными методами решить все более усложняющиеся проблемы. Весь спектр можно разделить на социалисты-популисты, либералы-идеалисты и военные казнократы. В политической истории практически любой страны Латинской Америки, за исключением Кубе, представляет чередование цепь руководителей указанных трех типов. Население очень устало жить на эмоциональных качелях, последовательно проходя протест, надежда, разочарование, уныние, ненависть и переход на новый круг. Находясь внутри дня сурка, люди готовы голосовать даже за полного неадекватным целям и реальности человека. Новый президент ничего не сможет изменить в Аргентине, даже выполнить треть своих предвыборных обещаний, отчасти которых он сразу после выборов отказался. Хавьер Милей нанесет еще один сильнейший удар по социально-экономической сфере страны. Кажется, куда уж больше, да? Приватизация в надежде, что придут честные, работающие инвесторы, что взвалят на себя бремя заботы о населении Аргентины, уже через несколько месяцев начнет исчезать. Трансанциональные компании будут заинтересованы в получении активов и ресурсов за копейки. Никаких налогов они платить не будут. Наоборот, начнут оптимизировать и уменьшать, чтобы как можно быстрее окупить понесенные затраты. Следом придет дефицит бюджета, рост внешних заимствований, скрытая инфляция, сокращение и так небольших социальных расходов, очередной дефолт, массовые протесты и смена лидера. Однако после либертарианца вполне могут к власти прийти не популисты, социалисты, пиранисты, а военные, которых представляет новый вице-президент Виктория Вильеруэль. Год рождения 1975. Последняя стремится реабилитировать военных и пересмотреть оценки грязной войны 1976 по 1983 годы, когда по итогу взаимного насилия и террора между военными и партизанами победили последние. Первые стали единственно виновными как в проигрыше Фонклинской войны 1982 год, так и в гражданском терроре. Значимой бедой Латинской Америки является отсутствие устойчивой в течение нескольких поколений элиты. Большая часть несамодостаточна, стремясь подражать США, по большей части ведет себя как богема, а не социальная элита, наиболее влиятельная часть общества. К сожалению, произошедшее в Аргентине в полной мере характерно и для других стран континента. И да, в ближайшие несколько лет в класте по всему миру в результате выборов будут приходить сплошные фрики, как в результат голосования против сложившейся системы. Добиться результата они не смогут, зато демонтаж будет идти веселее и быстрее. Вот такая где-то и веселая, где-то трагичная заметка. Спасибо, что дослушали до конца. Пишите ваши комментарии, ставьте лайк, если понравилось. Желаю вам всего хорошего.